Три месяца работы административной комиссии уже дали свои результаты. На рассмотрение поступило несколько десятков дел о нарушениях в сфере благоустройства и обеспечении чистоты и порядка в городе. Самые распространенные – это размещение автомобилей на газонах, детских площадках, выброс и сжигание мусора в неустановленных для этого местах и проведение земляных работ без соответствующего разрешения. Раньше дела об административных правонарушениях направляли в Арзамасский отдел Государственной жилищной инспекции. И чтобы присутствовать на заседании комиссии и как-то оправдаться, защитить свои права, виновнику и свидетелям нужно было ехать в соседний город. Теперь полномочия о просмотрении административных дел в сфере благоустройства передали муниципалитетам. Заседание проводится в открытом режиме. На заседании присутствуют лица, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. Если лица не желают, они обращаются с ходатайствами о невозможности присутствия, например, на заседаниях. У нас рассматриваются события правонарушения, какие есть доказательства, объяснения, которые дал гражданин при составлении протокола об административном правонарушении. Жалобы на нарушение закона нужно направлять не прямиком в комиссию, а на официальный сайт администрации города. Специалисты всесторонне изучат поступившие материалы и после сбора всех документов направят в административную комиссию, где в формате заседания дела рассмотрят и вынесут правовое решение. Любое обращение будет рассмотрено. Если в заявлении есть событие правонарушения, то специалист, уполномоченный, он либо выйдет на место, осмотрит территорию, ту, о которой заявлено, либо если уже в обращении есть фотоматериал зафиксированного правонарушения с определенными характеристиками, дата, время совершения, то специалист добирает определенные еще документы для того, чтобы материал был полный и в установленные сроки направляет в комиссию. Комиссия вправе предупредителей назначит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Таким образом, действуя в соответствии с законом, она обеспечивает порядок в городе и контролирует, чтобы те правила, которые устанавливают органы местного самоуправления, работали в полную силу. Елена Грескова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.